Девушки отдыхают Голливуда Или история настоящей любви Дороги, которые мы не выбираем Донбасский дневник Андрея Лоща Я здесь уже три часа стою Все, о чем говорят и спорят Прямо сейчас Подробности в неделе Вечер добрый Это подробности недели Я Дмитрий Анопченко Начнем с новостей из Харькова Там сегодня во время мирного марша Произошел теракт Два человека погибли, 11 ранены В службе безопасности Украины Еще днем заявили о задержании нескольких человек Спецслужбы обвинили в организации теракта Так называемых харьковских партизан Вот посмотрите на ваших экранах Страница в одной из социальных сетей Там они хвастаются диверсиями Весь день за событиями в Харькове Следит наш корреспондент Лидия Калинина Лида, вечер добрый Последние данные Что произошло на месте трагедии? Дима, здравствуй Здесь, возле Дворца спорта Люди собрались около полудня Чтобы вспомнить события годичной давности Они планировали пройти по проспекту маршем И как раз в ту минуту, когда колонна тронулась После выкрика слава Украине И прогремел взрыв Кто умеет экспертную помощь оказывать? Быстрее, медики! Давай быстрее! Отпоминай сюда! Расступитесь, ребята! Два человека погибли на месте Это подполковник милиции И один из организаторов Харьковского Майдана Игорь Толмачев Вдруг как взрыв пакет Очень сильно под ногами Вот, и вдруг почему-то вокруг меня Люди стали падать Игоря отбросило вообще Вот, потом Я уже Занимался попытками Мы занимались попытками помочь Игорю Потом выяснилось Это бессмысленно было Потому что Когда скорая наконец-то Сказала Она сказала, что Попадание было сразу В артерию над сердцем И смерть была мгновенной Еще 9 человек ранены Почти все это молодые люди Им нет еще и 30 лет Четверо из них милиционеры У большинства Осколочные ранения Рук и ног Есть также ранения брюшной полости И самые тяжелые Это подростки Два 15-летних подростка Один из них Тот, который находится В коме с открытой Черепно-мозговой травмой Второе с ранением В фаховую область Находится в областной Детской больнице Вот у меня в руках Куртка моего сотрудника Который Внимательно смотрите Спину Который прикрыл людей Своим телом На сегодняшнем Мероприятие Сейчас сотрудник Находится на операции Ему уже удалено Три осколка Еще продолжают Удалять осколки Чудом человек вышел Лидия, а какие версии И ясно ли уже Вот какой именно тип взрывчатки Был использован Потому что у вас в Харьеве Это же не первый теракт Может быть есть уже Какие-то аналогии Да, Дим Я что хочу еще добавить Просто к описанию Что жертв могло бы быть Значительно больше Если бы не случайность Газель, которая проезжала мимо Она остановилась И фактически приняла на себя удар Закрыв собой часть активистов В нее попало очень много осколков Что касается версии То правоохранители уже заявили О том, что это была закладка Сработало самодельное взрывное устройство Начиненное обломками арматуры Предварительно в целлофановом пакете Прикопано в снегу И приведено в действие Либо по времени Было выставлено Либо с дистанционным управлением Ну и по предварительной версии экспертов Это точно такое взрывное устройство Как то, что сработало На предыдущем кровавом теракте В Харькове Возле Московского районного суда В СБУ заявили о том Что сегодня ночью С субботы на воскресенье Они задержали четверых диверсантов И якобы эта группа Возможно причастна и к этому теракту К нам задержана группа Лиц Во время уже подготовки к покушению Одного из волонтерских клубов Группа в составе трех человек Средства, которые они несли И повышенная мощность РПШ Начиная взрывное устройство Которое вот использовалось Если помните При взрыве бронетанкового завода При взрыве цистерн Лида, а что сами люди говорят? Что говорят харьковчане? Кого винят? Дима, я просто хотела еще добавить о том Что президент Украины Также прокомментировал ситуацию в Харькове И рассказал о том Что силовикам удалось предотвратить Еще один теракт в другом городе Наши опоненти, наши враги Намагалися дестабілизовать ситуацию в країне Вы знаете, что в Харькове Отбывся террористичный акт И наша спецслужба Далося попередить террористичный акт в Одессе Ну а что касается твоего вопроса Насчет того, что говорят люди Эта ситуация достаточно сложная Потому что есть своеобразное противостояние Между активистами и местными властями Дело в том, что активисты склонны винить во всем Недостаточные меры безопасности Во время проведения акций Говорят, что милиционеров было мало И скоро и вовсе не дежурили И якобы по их версии Все от того, что параллельно с этой акцией Проходила также в центре города Проходила панихида по погибшим на Майдане И в АТО харьковчанам Она проходила под эгидой местных властей И якобы все силы правоохранителей Были брошены как раз на то, чтобы охранять людей там Ну силовики эту версию активистов отрицают Говорят, что они охраняли шествие Что собственно свидетельствуют об этом Четверо пострадавших милиционеров И один погибший И кроме этого говорят, что обыскивали место Где планировали проводить акцию Взрывотехники, но взрывчатку не нашли В городе завтра в час дня Планируют провести минуту молчания Память о погибших На эту минуту должен остановиться Весь городской транспорт и сигналить Дима Коллега, спасибо за информацию На самом деле, мне кажется, что от количества силовиков На месте совершения подобных преступлений Очень мало что зависит Я был на бостонском марафоне Буквально в день взрыва Уж там-то силовиков хватало Тем не менее, был страшный американский теракт Спасибо большое У нас сейчас есть возможность услышать Точку зрения службы безопасности Украины Маркиян Лубкивский, советник главы СБУ У нас должен быть на телефонной связи Пана Маркияна, че чует вы меня? Добрый вечер, че я, Закай Вечер добрый Скажите, будь ласка, та информация Яку буквально нещодавньо озвучив президент Чи готувався другий теракт в Одессе Чи його попередили Будь ласка, дайте ще більше деталей Чи сьогодні він мав відбутися? Дякую Насправді ситуація справді тривожна Хоча ми сьогодні працюємо абсолютно чітко на те Щоб упередити такі терористичні акти Як відбулися, на жаль, і в Харкові Але на щастя масштаби терористичної діяльності могли бути набагато більші І справді нам вдалося упередити Унеможливити значно більші жертви Оскільки терористи планували використати І зброю для того, щоб вразити І, як вже говорилося сьогодні Одне з місць популярних збору волонтерів, бійців АТО А також торговельний центр І справді з Одеси інформація, як вже сказав сьогодні президент Служби безпеки України у взаємодії з колегами з Міністерства внутрішніх справ Було своєчасно виявлено потужний саморобний вибуховий пристрій Мова йде про тротилову шашку Електричний детонатор з дротами у вигляді батарейки типу крона Годинниковий механізм у вигляді будильника І полімерна ємність десь приблизно п'ять літ Я вас правильно почув? Тобто такий самий теракт готували в Одесі? Зритно точно і нам вдалося запобігти цьому терористичному акту На щастя спільними із колегами з міліції Пане Меркерян, у мене два коротких запитання до вас Скажіть, будь ласка, по-перше, хто затриманий? Є інформація, що в Харкові є затримані? І ще одне запитання буде? Ті саме є у нас затримані, і я хочу абсолютно чітко Зараз наголосити, що ці затримані розглядаються нами Як причетні до злочину, до терористичного акту Який сьогодні відбувся у Харкові Зараз проводяться слідчі дії Чотири особи затримані Ми чітко бачимо слід Слід веде до Бєлгорода, Російської Федерації Ця акція довго планувалася І вона була спрямована на те, щоб загинули люди Я вас саме про це хотів запитати Я щойно передивився стрічку агентства Reuters Світового агентства, яке по всьому світі читають Там пишуть з посиланням на українських силовиків Що організовану за цим вибухом, за цим терактом стоїть Москва Ви можете це підтвердити? Я можу це підтвердити Більше того, сам вогнемець Шніль Він був одержаний саме в Бєлгороді Керівником цієї банди І інструкції одержувалися із Російської Федерації Ми сьогодні це чітко розуміємо і бачимо Дуже дякую, що до нас приєдналися В прямому ефірі з нами був совітній глави СБУ Маркіян Лубківський Пане Маркіяне, дякую вам за відвертість Дякую, дякую Ну і вторая главная тема неділи Ми должны були з нього почати, якби не теракти в Харківі На цій неділи сполнился ровно год Со дня самых драматичних событий Революція достоинства Гибель людей в Мариинському паркі І на Шелковичній От рук силовиків і тітушек Расстріл Небесной сотні на Інститутській і на Майдані 20-го року вечером Десятки тисяч людей вновь собрались на Майдані Чтоб помянути героїв Приїхали родственники Небесной сотні Приїхали українські і іностранні політики Ви стоїте Зберегти державу Ми зможемо лише за умови Коли ми збережемо єдність Ми всі у вічному боргу Перед матерями і батьками За те, що вони виростали Мужних і прекрасних Синів і донів І схиляємося Перед дітьми Що втратили батьків Я думаю, що цей Майдан Тобто ми можемо показати Коженому українському політику Що вони ніколи не можуть більше Ні то, що пренебрегати народу Щоб ні минути не проводили зря Не забудьтеся о них Погибшим почтили і сьогодні Многотысячного марша достоинства В нём участвовали делегации З европейских стран Духовенства От поминального креста С портретами небесной сотни Колона прошла По так называемому Правительственному кварталу Где в январе-феврале Прошлого года и происходили Вот эти самые Ожесточённые стычки С силовиками Которые Мы с вами прекрасно помним Во главе шествия Взяв друг друга под руки Шли президенты Шести стран Евросоюза И Украины И марш завершился на Майдане Общей молитвой Молитвой за мир Ну и что сейчас на Майдане Происходит в эти минуты Знает наш корреспондент Сергей Кудимов Дайте связь пожалуйста Сергей, вечер добрый Много ли людей Остались ли люди Какова сейчас ситуация на Майдане Добрый вечер Дмитрий Ну буквально только что Люди, которые присутствуют на Майдане Исполнили гимн Украины Скандировали герои не умирают Слава Украине Героям слава Ну если взять Еще несколько часов назад То здесь насчитывалось Несколько тысяч человек Буквально в эти минуты Ну на вскидку Несколько сотен Маршрут Приходят на Майдан Незалежности Приходят семьями, парами Молодые, пожилые люди Приходят с цветами Зажигают свечи И потом поднимаются сюда По улице Институтской Я напомню на этой улице Погибло наибольшее количество активистов Вот вы видите Продолжают гореть Светить лучи достоинства Очень много иностранцев Очень много зарубежной прессы Совсем недалеко от нас Только что включались наши немецкие и польские коллеги Ну официальных мероприятий как таковых Пока в эти несколько часов я не наблюдал Стихийный митинг проходит под стеллой Там собралось несколько десятков человек Выступить может каждый из желающих Для этого там есть громкоговоритель Люди поднимаются Высказывают то, что они думают Но как бы чаще других звучит вопрос Почему герои небесной сотни на небесах А те, кто причастен к их гибели До сих пор на воле Но у меня пока вся информация Дмитрий Да, Сергей Ну и наверняка звучит еще один вопрос А увидим ли мы с вами когда-нибудь суд Суд над Виктором Януковичем Сейчас беглый президент скрывается в России Ну на днях даже появился на телеканалах Российских телеканалов С пространными интервью В которых сообщил Это было очень искренне Что он хотел, конечно же, вернуться в Украину Но побоялся, мол ему угрожали Как страх вынудил Януковича сбежать прошлой зимой Расследовал Сергей Кудимов Очередное явление Януковича народу В годовщину своего бегства из Киева Экс-президент по очереди жалуется на судьбу Нескольким российским телеканалам В его речах, по сути, ничего нового Переворот, рука Америки, оголтелые националисты И никакого раскаяния или чувства вины 21 числа подписывая соглашение с оппозицией Я согласился на досрочные президентские выборы Соглашение подписали, когда Майдан уже был залит кровью расстрелянных активистов Но Янукович, по воспоминаниям очевидцев, в тот момент думал совсем о другом Запомнилось, что он попросил меня говорить тише и на ухо Потому что здесь все прослушивается Говорил, что соглашение с оппозицией нормальное Что он победит на досрочных выборах И что даже если будет возврат в парламентской конституции 2004 года То в Раде все равно большинство будет у партии регионов Из этого я понял, что реальность и мысли господина Януковича О ней не очень совпадают По-моему, он сам себя уговаривал Обстановка там в этот момент была, как в бункере имперской канцелярии В Берлине в апреле 45-го В это время в другом бункере Януковича, Межугорье, полным ходом шла эвакуация всего нажитого непосильным трудом То, что потом назовут побегом, на самом деле оказалось спланированным отъездом Причем спланированным задолго до расстрелов на Майдане Делали загодя ящики, делали, крутили, чтобы загружать эти вещи, ценные картины Либо какие-то светильники, ну все такое Упаковочный, так сказать, материал делалось А то, что там они загружали, мы только делали Они там загружали и вывозили Даже это все ночью происходило Отсидеться Янукович, судя по всему, планировал в своей крымской резиденции Те ящики, в которых были картины, которые позднее уже передали в музей национальный Грушевского У них было написано на Крым Голубятня Януковича в Межугорье Здесь он бывал каждую неделю на выходных Но в субботу, 22 февраля 2014 года, птицы остались в заперти Ведь их хозяин упорхнул в Харьков Бывшая обкомовская дача под Харьковом В обиходе резиденция Здесь Янукович переночевал, здесь же записал свое обращение Ничего из подписанного с оппозицией он выполнять не собирается Голос за кадром принадлежит ей Анна Кузнецова была последним журналистом, кто видел Виктора Януковича в ранге президента Через несколько часов Верховная Рада отправит его в отставку Я видела до человека расстроенного Я видела человека, который теряет власть Я видела человека, который не понимает, что делать Куда ему бежать, за что хвататься За кадром отдельно он ничего не говорил Когда он уже понял, что он выговорился Он сказал, что все, спасибо за интервью До свидания 22 февраля в Харькове должен был состояться съезд регионалов Янукович собирался посетить это мероприятие Я настал на том, чтобы он этого не делал Зачем? Ну я видел его психоэмоциональное состояние Не позволяет ему выступать перед людьми Он неадекватно оценивает происходящие события Янукович был абсолютно уверен, что Майдан сам по себе разойдется Что все их требования будут свернуты И его уверенность основывалась на неких гарантиях Которые он получил, насколько я понимаю, слово слов От высшего руководства Соединенных Штатов Америки, России и Европейского Союза О чем говорили в ту ночь в Харьковской резиденции Он вспоминает неохотно, без особых подробностей Януковича бросало из крайности в крайность Он то настаивал на мирном решении конфликта То собирался дать отпор протестующим О побеге якобы речь не шла Дальше, я так понимаю, он собрался в Крым В резиденции, на самом деле, присутствовал не только Доплин Там были другие люди И вот вечер, точнее, как, это уже глубокая ночь Они сидят, пьют виски И Янукович обращается к одному из своих подчиненных Придумая новое название для стран Тот подумал, что это шутка, говорит, Китай На что кто-то из других присутствует, говорит, Китай уже есть Ну и тут Янукович понял, что на нем просто уже издеваются Или иронизируют, я не знаю даже, как это корректно назвать И очень разозлился Дальше будет Донецк, неудавшаяся попытка улететь на самолете Потом на вертолете, бегство на машине Крым Оттуда на военном корабле Черноморского флота в Россию Фактически это был капитан корабля Который кирпит бедствия Он вместо того, чтобы руководить спасательной операцией Сел в самую удобную шлюпку Которая была снабжена всем И уехал в одному известному направлению Захватив собой только членов своей семьи И ближайшее окружение Все остальные были брошены на произвол судьбы Сергей Кудимов, Лидия Калинина, Марьяна Бурякова, Андрей Кузнецов, Сергей Ведмить Подробности недели, телеканал Интер Ну вот такая история История о событиях, которые были, помните, ровно год назад Олег Тягнебок в нашей студии Пане Олеже, витаю Витаю, пане Олеже Дякую, что пришли Я с вами хочу поговорить, мушу поговорить про Майдан Але, дозвольте, я просто почну с той темы, которую наш корреспондент зараз порушил в сюжете А вы особо верите, что Янукович будет на лаве подсудных? Что он, его публичники, они, ну, колись поставят перед законом? Я верю в справедливость и переконанный, что такий суд мусить быть Суд, который, возможно, будет подобный на Мюрнбергский суд Суд, который, возможно, не украинский, а это будет международный суд в Азии Можливо, будет ГАА Но такие злочинцы, они мусять быть на лаве подсудных И тогда эта справедливость будет торжествовать Тогда украинское общество понимает, что можно двигаться дальше Потому что убедить все эти злочины и все эти смерти просто невозможно Ну, чекайте, что если этого должно статься, как их дистать из России Их же по-хорошему Кремль не выдаст Ну, видите, колесо крутится Сегодня Россия является такой, завтра нам все нужно сделать Чтобы на территории Великой империи России появилось 30-40 маленьких государств Зрештою, влада Путяна так же не является вечной Путин тоже делает величезные ошибки Он протестал себя не просто в Украине, но целом мире И поэтому я уверен, что те, кто втекли в Россию и думают, что они там сможут ховаться и уникнуть покарания Они мают абсолютно неверные собі уявления про то, что им удастся это сделать А сколько времени это займет? Когда этого ждать? Хотелось бы, чтобы это уже было вчера, как говорят Конечно, что мы не можем исторически сейчас судить, насколько будет политическая воля теперешней нашей влады, теперешних правоохранных органов Насколько будут действовать в том направлении международное спецеарство и международные судовые инстанции Но я верю и знаю, что таки это станет Я вам меньше скажу, я був в Газии, я просто говорил с людьми, даже не официально не под камерой, которые занимаются расследованием цієї справи Но сказали, что у них были случаи, когда даже страны, которые не согласились видать певных политиков, они ишли на поступки Ну и дивитесь, Россия под международным тиском, возможно, это будет розминной монетой Можно привести пример многих президентов государств, когда они себя чувствовали очень комфортно и уявляли себе, что они уже бога за бороду схопили и никогда их никто не покарает, но такой людский гнев их достигал Доброе, если говорить про сегодняшний день, день важкий для каждого из нас, для каждого из нас по-своему Вы были на Майдане, и что вы слышали? Какие ваши висновки особистые, какие ваши почутки? Разом с моими побратимами, свободовцами, мы обошли фактически все те места, где погибло наших 19 друзей, побратимов Что та така собі свободы в Небесной сотне, это и крепостный проволок, и Институтская улица, и улица Грушевского Более каждого места мы поклонились, заспевали украинского славня И мы помним тех людей, которые сегодня героями Украины, героями Небесной сотни И их, на превеликий жаль, уже сейчас много больше, потому что мы сейчас уже забываем не только героев Небесной сотни, мы уже забываем тех, которые погибли на Схидном фронте И вы знаете, много из этих людей, они виховывалися на исторических постатях, например, УПА, ОУН и других украинских бейцов за независимость Холодноярцев, Сечевых стрельцев, бейцов Карпатской Сечи Так вот, напевно, наступное поколение, которое будет уже изучать историю, будут теми новыми героями Вы знаете, я продолжу с вами разговоры, я хочу просто прерваться, я хотел бы прерваться на сюжет Сюжет об истории, не столько о Майдане, сколько о том чувстве, которое там появилось Потому что Майдан, это не только слезы по тем, кого сегодня оплакивают, кого сегодня вспоминают Не только разговоры о героизме, о боли, ну и, конечно же, это любовь Ну, казалось бы, вот, когда вокруг все в огне, когда гибнут люди, то не до сантиментов Но за время Майдана многие нашли не просто единомышленников, нашли свои вторые половинки Одну из таких историй, главные герои которой, Александра Александра, участники студенческого Майдана, того самого Мы вам сейчас расскажем Это были два различных, как два параллельных света Один это был страх, боль, неизненность Но была вера и надея, через призму, яких народжировалось это самое-справженное чувство, которое мы принесли до сих пор Тут стояла наша палатка, и, напевно, да, десь, рік тому в такий самый час Тяжко стоял на чербуванне, в Вігана Горошевского А я делала горячий чаїн Мы были долгий час в одній палатке, но вы должны понимать, что мы видели до ногу вот так вот, полностью в капюшоне Это были такие обличия, мы помнили очи, мы больше ничего не помнили Я ее где-то видел так вот, были такие моменты, что я ее вспомнил уже потом, когда мы начали сплаковать Начинался шторм Майдана, мама мне звонит, а я понимаю, что я не могу не ответить на звонок, это же звонок десятый И то же самое сейчас, что я скажу маме, я на Майдане, это будет стоять и там багатьох сотен, тысяч нервовых лет Перед нас тут по Марьинце Артем тоди еще позвонил, и он был настолько спокойный, что я даже не думала, что что-то может случиться Он был нашим близким другом, первая близкая втрата И сам на его похоронах появились мы с Сашей Знаешь, как пометили один одного? Это было много пустых, все эмоции были назовні, и мы стали все больше, чем люди с одной сотней Певно смерть и любовь это однако эмоционально сильные чувства И когда травляется что-то очень плохое, его должен переваживать что-то очень хорошее, чтобы был такой баланс Певно так должно было быть Тут мы на долгих ночных чергуваниях вперше поцелувались Тут я вперше зізнався в коханне своей Саши Я стою на барикаде без ничего, в однострою и с аптечкой Воно в паннице за меня прилягалось И бегала по всему майдану Знайшла мне каску, знайшла бронежилет И принесла меня сюда уже на передовую, яка тут была на барикаду И на ходу меня вдягала, воно найкраще у меня Все, что было между нами И то, что было извне, оно было абсолютно разным Знов таки, с одноковой эмоциональной силой Насколько извне было погано, боляче и страшно Насколько в середине было по-справжньому правильно и верно И снова таки, сам этот диссонанс дав нам возможность Будти таким, как мы сейчас есть Мы благодарны Майдану за ту любовь, за ту справедливость, которая сейчас есть Ну, было бы Майданом, напевно, не было бы и нас Пане Олеже, ну, многим людям Багатьом людям Майдан надею подарил, цим любовь Але є люди, які розчаровані Яким цей рік принес розчарование Бо хотели большого Коментуючи цей сюжет скажу, що будучи учасником Трьох революцій новітньої історії України И студентской революції на граните И помаранчевой революції И зараз революції гидності Я памятаю багато пар, які сходилися, власне, в ті буремні часи Тому що сказати, що вони до цього часу себе добре почувають Вони дуже мають міцні сім'ї Бажаю кохання молодятам І хочу сказати, що Пригадую, як під час Майдану доводилося Брати участь не в одному весіллі І це дуже важливо Тобто життя продовжується Революція це є певна зміна системи Революція це не є процес, який От почався і вже завершився Тим більше, що революція гідності вона ще не закінчилася Чому розчарування, про яке ви говорите? Бо саме революція гідності ставила чотири завдання Повелити режим Януковича, що було здійснено Але потім було завдання Ліквідувати наслідки правління цього режиму Що ще не зроблено Звісно, корупція, декомунізація, деолігархізація Люстрація очищення влади Яка зараз просто перетворилася Ну щось таке, скажімо навпаки Захист тих, кого треба би було люструвати Це недопущення реваншу диктатури Пам'ятаєте помаранчеву революцію? Коли лідери Майдану почали між собою Уже потім ставши владою сваритися Конфлікти створювати В результаті Янукович прийшов до влади І ось вам наслідки І сьогодні є величезна небезпека Таке собі враження, що дежавю відбувається Знову повернення тих Які себе вчора називали партією регіонів Зараз до влади Ну і четверте завдання ставив Майдан Розпочати процес всеостяжних і докорінних змін В українській державі, в українському суспільстві Системних змін На жаль, це триває вже рік І ми не бачимо реформ Реальних реформ ми зараз не бачимо Ми розуміємо, що ми не можемо побачити Кінцевий результат тих реформ Але нам треба побачити, що хоч йде Відповідний рух, що йдуть правильні посили Але, на жаль, зараз Все залишається так, як і було Далі йде співпраця з олігархами Які, до речі, тоді зразу після Майдана Всі втікали з України Зараз вони себе досить комфортно почувають Далі війну і відбудову інфраструктури І економіку Україна має відбудовувати Простий українець, середній клас знищений А не олігарх, який би мав це робити У мене останнє запитання Дивіться, сьогоднішній день Він не тільки Майданом запам'ятається На жаль, він запам'ятається і Харківським терактом Що це? Це спроба залякати нас? Однозначно, рука Москви В тому запацькана І це, скажімо, є кроки Для того, щоб з одного боку залякати Але з другого боку, вони хотіли З самого початку показати, що Харків є Русський місто Але Харків – українське місто Крім того, вся відповідальність Лягає на місцеву владу Міського голова і тих людей, які його оточують Тому що протягом останнього року часу Загадайте, вони постійно підтримували сепаратистів Вони робили такі кроки і на сесіях І вбирали ті футболки з веркутом І, скажімо, не реагували, коли Чинилися антиукраїнські дії Вони підгодовували тих сепаратистів І це є наслідок Але Харків є таким українським містом Я переконаний, що ситуація буде контролювана Дякую, дякую, що було в нашій студії Дякую, слава героям небесної сотні Олег Тягнебук з нами був І о событиях на Майдані говорили Сьогодні в Соединённих Штатах Ну, я тільки цей ночі вернувся з Лос-Анджелеса Де через нескільки часів почнеться церемонія Вручення премії Оскар Так от, победителі спеціально попросили В цей раз обійтись без політичних заявлений Сделано було це Із-за того, що в прошлом году Ровно год назад Джаред Лето Просто со сцены, получив золотую статуэтку Посвятил свою победу в том числе і Україні Що саме інтересно В Лос-Анджелесі абсолютно не скрывая Говорят, що Майдан – це абсолютно голливудська Історія А вот почему і що имеють в виду? Давайте прямо сейчас послушаємо На Голливудському бульварі Лос-Анджелеса В ці минуты – последніє приготовлення Суетяться організатори, корреспонденти Репетюють текст для прямих включений І обсуждають, о чому би спросити голливудських звезд Которые уже через нескільки часів Появятся на красной дорожці Оскар Хто победит? Прогнозів і слухів масса А вот реальній інформацій ноль Кіноакадемія просто помешана на секретності Емоції і даже слезы Те, хто виходить, получать Оскара не наиграны Ведь решення жюри на самом деле до последній секунды Держат в строжайшем секрете Ну а еще очень сложно предугадать Каким будут итоги голосования кіноакадемиків Понятны только тенденції Так вот, в последние годы на Оскаре В тренде реальные истории реальных людей Судите сами, лучший фильм прошлого года 12 лет рабства Лента не столько об истории Сколько о выборе между борьбой и покорностью Между инстинктом самосохранения Подсказывающим, что нужно смириться И чувством собственного достоинства Призывающим бороться до конца Те же тенденции и в этом году Признается Сэнди Кэннион Один из лучших американских кинокритиков Лицо канала ABC Он дружит со многими звездами Ведь уже 28 лет комментирует церемонию Оскар Дмитрий, невероятно рад видеть вас здесь на красной дорожке Чувствую, что Оскар начнется, раз уж мы с вами тут встретились А что касается трендов Вот смотрите, в категории «Лучший фильм» Очень жесткая борьба между Бёрдманом и отрочеством Бёрдман Майкл Киттон вернулся из небытия, прожив все это время где-то в провинции В Монтане Сейчас он вернулся с главной ролью и благодаря сентиментальности может победить А вот отрочество Режиссер снимал эту ленту 12 лет А сюжет очень прост 12 лет самой обычной жизни обычного человека Но именно такие простые жизненные истории сейчас в тренде И это самый главный секрет успешного фильма Ведь в основе любой голливудской ленты вовсе не драматургия или исторические факты А те самые главные ценности, которые есть в Америке И любая лента будет кассовой, успешной, получится Оскара наконец Только если в ней есть сюжетная линия о людях, которые борются за справедливость Уже которое поколение выросло на этих фильмах? Вспомните, даже в самой незатейливой голливудской ленте Взять хоть боевики, хоть пиратов Карибского моря Главная идея свобода, ну и любовь, которая становится за нее наградой Поэтому для штатов поддержка Украины не только политическая необходимость Просто события на украинском Майдане созвучны всей их историей Когда-то страна была колонией, потом, пройдя войну, стала свободной И теперь это главная ценность Вот почему Майдан так близок и понятен американцам Здесь, в Лос-Анджелесе, мы решили провести собственный эксперимент Мы сняли трейлер фильма, который мог бы рассказать о событиях в Украине Для того, чтобы понять, насколько это голливудская история Майдан В Голливуде наш ролик восприняли абсолютно серьезно Ведь такая идея давно тут витает Снять фильм об украинской революции Участники Оскара предлагали еще год назад, когда в Киеве все только начиналось Фильм, получивший Оскара в 95-м «Храброе сердце» как раз о борьбе шотландцев против диктата Британии Весь Голливуд – это история о праве выбора своей судьбы Поэтому украинский Майдан – абсолютно голливудская история Если этот фильм снимут и за него возьмется режиссер с именем, то и номинация на Оскар возможна Украина сейчас у всех на слуху За такой фильм вполне мог бы Стивен Спилберг взяться, учитывая, что его корни из Украины С самим режиссером в Лос-Анджелесе нам пообщаться не удалось Но в офисе киноакадемии ему пообещали передать об этом фильме Ленте, которая могла бы рассказать об Украине куда лучше, чем любой политик Мы пытаемся запрещать фильмы, забывая о том, что намного эффективнее их снимать Пытаемся достучаться до Обама и Конгресса, забывая о том, что говорить с Америкой можно и по-другому Через ценности, которые нас объединяют Мы способны не просить о помощи военной и финансовой А объяснить, что мы с трудом, но идем по тому же пути, который американцы уже прошли Может быть, в этом тоже один из уроков Майдана, которых Украина пока не выучила Сменим тему к ситуации на востоке Украины Вообще, на этой неделе стреляли намного меньше, чем еще совсем недавно Но все-таки полностью бои не прекратились Главный очаг это, конечно же, Дебальцево Украинские войска смогли отступить из этого города И какая ситуация сейчас на фронте, знает наш корреспондент Вениамин Трубачев Вениамин, а сегодня боев уже не было? Намного спокойнее? Да, Дмитрий, сегодня было намного спокойнее В районе Дебальцево сегодня было относительно тихо Слышны только были одиночные взрывы и залпы В городе сейчас находятся боевики Местных жителей осталось немного В основном это старики и люди, которые успели уехать Когда начались масштабные боевые действия Но горожане в Дебальцево продолжают жить в подвалах Потому что многие дома и квартиры разрушены А вот в таких вот полуподвальных укрытиях Хоть тепло и безопасно Загнали нас в подвал вот месяц В голоде, в холоде, ни воды, ни тепла Ни света Но сейчас не стреляют вы Сейчас хоть не стреляют Поскольку мы страху натерпелись Также много разрушений в других прифронтовых городах Поселок Луганский находится под контролем украинской армии Там тоже сейчас не стреляют Но людей практически нет Осталось только несколько сотен человек Многие выехали и возвращаться уже им по сути некуда Большая часть домов разрушена Повсюду воронки от снарядов Первый снаряд попал 22 числа вот сюда во двор Вот яма Тут был орех Вот он Вот ствол от ореха Видите? А от яблони бондро сращило ствол Яблоня была вот там Орех упал сюда Лестницу отрывала Окна выпали вот эти Тут два и там три Все выпало сразу Вообще нема ничего Что есть в подвалах то и есть А у кого нема то и голодует и вздыхает Все А что-то привозят там? Какую-то еду, хлеб? Где? Куда? Тут вообще магазинов нет Ну вот несмотря на то что сейчас Относительно такое затишье И люди все-таки опасаются возвращаться домой И отстраивать разрушенные Все боятся новых обстрелов И вот я встречал жителей Которые только приезжают Для того чтобы забрать вещи Из квартиры частных домов И снова уезжают в мирное На мирные территории Уезжали в том чем с одной сумкой в одном И все Острелы шли очень интенсивно Сейчас Добрали все что необходимо И все Вещи забрали и все Теперь уезжаем Сегодня тихо, прекрасно, спокойно Мы довольны Тем, что мы проскатили Без Так сказать Эксессов Ну вот накануне Поздно вечером Также состоялся обмен пленными Вернулись домой 139 Украинских военных Они были схвачены Боевиками во время Боев За Дебальцево И Донецкий аэропорт Среди бойцов Есть и раненые Они были сразу же Отправлены в Больницы Стоит отметить Что это был Самый масштабный Обмен пленными За последние месяцы Вез Боеприпасы Питание СТМ Подразделение Которое держало Оборону Вредка Пали в засаду Приняли бой У нас один Приезжал По итогам Ими попали в плен В плен Четыре суток назад Взрывались Сейчас уже многие ребята Которые были в плену Находятся дома С близкими Вот что касается Гуманитарной ситуации В прифронтовых городах Она, можно сказать Катастрофическая В некоторых поселках По-прежнему Нет света Газа и воды Люди В буквальном смысле Выживают Нет даже Налаженных поставок Продуктов И жителям Помогают По сути только волонтеры И военные Дмитрий Спасибо, Вениамин Трубачев О ситуации В фронтовой зоне И в прифронтовой Представитель Минобороны Полковник Валентин Федичев К нам подъехал Вечер добрый Спасибо, что приехали Скажите, как ведут себя боевики Они продолжают атаки Что сейчас происходит Что бросалось в глаза Во время боев Вокруг Дебальцево Первое Мы чувствовали Что жители Которые относят себя К жителям Луганской Донецкой области Воевать не хотят Мы чувствовали Что их Гонят На эту войну Не случайно Приблизительно За две недели До этих событий В российских Средствах Массовой информации Появилось Обвинение Вооруженных сил Украины О том, что у нас Стали использоваться Заградоктряды Но практика Отслеживания Их Медийного простора Такова Что обычно Они предъявляют Обвинение Перед тем, как Начинают Действовать Подобным образом Мы чувствовали Что за спиной Боевиков Стоит Стоят Российские войска Вы только чувствовали Или есть прямые доказательства Нет Дело в том, что Такие вещи Они ощущаются Во время боя Это чувствуется По интенсивности Ведения огня По используемой Тактите Боевиков Как Построятся Боевые порядки Фактически Я это могу утверждать Что именно так Под Дебальцево Это и было Кроме того Мы наблюдали Ситуацию При которой Вокруг Дебальцево Во время перемирия Боевики Собрали С других направлений Резервы И именно Это Позволило Им Создать Преимущество В количестве Личного состава Боевой техники На Дебальцевском Направлении Но Что вселяет Сейчас Надежду Кроме того Что вооруженные Силы Украины Научились воевать Я это заявляю Несмотря на то Что мы оставили Дебальцево Но была проведена Операция Крайне сложная Я повторюсь Может быть Сказав Что операция По выводу войск Из окружения Форма таких Боевых действий Относится к Наиболее сложным Я по поводу Дебальцево Обязательно спрошу Потому что Главный вопрос У многих Из тех Кто нас сейчас смотрит Что же все таки было В Дебальцево Поражение Победа Компромисс Но вы знаете Проблема не только в военных Проблема в гражданских Которые там остаются Вот сейчас одной из главных тем До сих пор остается Спасение людей Которые В подвалах Бомбоубежищах Мы многих с них видели И вот что говорят те Кто буквально только что Вернулся оттуда Буквально из ада Эти люди много месяцев жили В холодных подвалах Проголодь И теперь для них открыты Временные общежития В Артемовске, Краматорске и Славянске У вас много было людей из Дебальцево? У нас люди меняются через каждые 2-3 дня Сначала нас подобрали возле бомбоубежища На поселке 8 марта Довезли до госполкома Бальцевского Там стояли долго А дальнейшие планы Чего вы сделаете? Как вы будете действовать дальше? Нужно домой ехать Мы не взяли ни документы, ничего Нас забрали из бомбоубежища Я как инвалид группы Вот это на 700 гривен Вот это вот дали мне Это вроде бы как Чехословакия Помощь дала беженцам Мечи мы не давали? Нет Мечи мы не давали? Мечи мы не давали? Нет Пока нас не искребят Всех Получили Монитарку Обеспечение Да Там Тушенка Куриная Свиная тушенка Куриная Самая высоковая Сын мне не мог позвонить И я думаю, ну как по машину хотя бы приехать Плохо уже 55 лет Плохо ориентируешься Это в такие годы только сидеть дома Нервничаем все это самое А нервы На пределах Скажите, ну вот эти люди, они к счастью вырвались Они к счастью где-то в приютах, в общежитиях Там Артемовск, Краматорск, Славянск Как быть с теми, кто до сих пор сидит в бомбоубежищах в подвалах? Как раз этот сюжет и показывает, что у проблемы разрешения войны на востоке Украины нет только военной составляющей Это и политическая, и гуманитарная, и военная составляющая Вы знаете, интересно было, не просто интересно, а необычно наблюдать, когда идут обстрелы, особенно ночные обстрелы И в то же время светятся огни теплоэлектростанции, которые находятся рядом с поселком Луганское И по этой электростанции без какого-либо договоренности не стреляли боевики Они воспринимают, особенно боевики местные, что рано или поздно на землю востока Украины придет мир И нам нужно будет восстанавливать разрушенное Вот лучше бы, чтобы это понимание, что мы все равно будет мир после войны И все равно мы, граждане Украины, будем восстанавливать свою Украину Пришло к противоборствующим сторонам уже сейчас Нам пора начать думать о мире Единственное условие, вывод российских войск Единственное условие, закрытие наших границ Со всем остальным мы разберемся здесь С минимальными жертвами Это единственный выход для тех людей, которые сейчас ждут мира в подвалах Спасибо большое, что были в студии Подробности недели мы продолжаем И прервемся ненадолго на рекламу Для того, чтобы уже через 13 минут Есть возможность Прекрасно, хорошо У нас есть возможность еще один сюжет увидеть Выбраться с оккупированных территорий Любой ценой И это в прямом смысле Ведь жители Донбасса платят немалые деньги За проезд через линию фронта Об этом они рассказали нашему корреспонденту Андрею Лащу Вот он всю неделю путешествовал по буферной зоне Просто на общественном транспорте А порой и пешком ходил Со многими городами Донецкой и Луганской области Сейчас нет автобусного сообщения Донбасский дневник Смотрите прямо сейчас Прифронтовой город Марьинка А ванпост военных Отсюда до Донецка рукой подать Вот на этой площадке По-видимому Должны были останавливаться автобусы А вот это скорее всего Здание автовокзала Ни вывесок, ни расписания здесь нету Да и вообще люди говорят После начала активных боевых действий Автобусы останавливаются где попало Люди бегут от войны семьями и поодиночке Вот эта остановка Импровизированный автовокзал Марьинки Именно отсюда можно уехать В сторону Курахова Каждые 20 минут Ну вот так говорит водитель Хотя самого расписания здесь нету Ну а цена билета 8,50 Едем в сторону Красноармейска Недолго Уже на выезде из города Трак замерла в огромной пробке У меня очередь стоит там Да у меня не стоит Ну так хорошо Пошел Я не пущу Я стою через 30 минут Я не пущу Иди У людей сдают нервы Ожидание изматывает Не факт, что все проедут И не факт, что сегодня Вот этот Запорожский спереди автобус Он уже наверное час стоит точно Выезд с оккупированной территории Только по пропускам Если его нет Разворачивают на блокпосту Автобусы полупустые Сегодня счастливчиков немного Вот эта доведка В Селидовском горсовете Сделала Это уже мне разрешение На проезд Парализованного человека Я не знаю, как сейчас я провезу Цены на пропуска растут Быстрее курса доллара Спрос колоссальный Ведь жить хотят все Три недели ждать Еще один день выстоять в очереди Чтобы узнать Сделали тебе его или нет А так полторы тысячи платишь И все, и нет проблем, да? Да, через два дня тебе привозят Кто за тысячу начинал делать Потом до полторы вышло А с откуда выхто эти сведения Пассажиры едут и раскатывают То есть там проезд стоит копейки По сравнению с тем, сколько надо денег заплатить Чтобы выбраться Да, вот с Донецкой прописки На блокпосту высаживайся Хоть к родителям едешь Хоть к бабушкам Хоть к дедушкам Без разницы Вы что, хотите жить в ДНР? Вы при чем в ДНР? Что вы тогда сюда едете? Вот это автобусная дискуссия Люди обсуждают Кому где жить хорошо На каком языке говорить И кто больше патриот В какой части страны Из оккупированной боевиками Донецкой области Есть еще одна дорога жизни Через Горловку на Цержинск Водители автобусов В свинтили цены Вот 100-153 гривен С человека в Горловку А билет стоит 9 гривен Стоил Я отъездил бесплатно А потом старички ехали Он их не пустил 35 гривен был билет Не услышала За Горловку Туда пускают Пускают или не пускают Ну пускали Ездили В понедельник еще пускали Скажем так Но вчера вернули автобус Потому что они говорят Туда заедешь Назад не выпивки Потому что денег У тебя не хватит На двойна поделить Конечно Взяли курс на Константиновку В автобусе много пожилых людей Едут за пенсией Ее не получить на оккупированной территории И в прифронтовой зоне Появились даже посредники У них есть пропуск и желание заработать На самых социально незащищенных Людям живущим в отдаленных поселках При фронтовой зоне Иногда приходится преодолевать Часть пути пешком Некоторые автобусные маршруты Несмотря на перемирие Так и не возобновили свою работу Не работают и вокзалы Например в городе Счастье Луганской области Вот это та самая АШ-станция Которую обстреляли боевики И где погибло сразу несколько человек Автобусы по межгороду Отсюда не отправляются уже давно А сейчас все разрушили Кто это будет строить? Восстанавливать Я не знаю вообще Кошмар Как такового автовокзала В городе Счастье сейчас нет Междугородние маршрутки останавливаются Ну вот например на такой обычной остановке Набирают людей И в другом конце города Уже могут даже не остановиться Добраться из одного населенного пункта в другой Особенно если город из которого Собираетесь выбраться Находится на линии фронта Маршруткой или тем более Рейсовым автобусом Фактически невозможно Водители боятся ездить туда Где часто стреляют Единственная надежда На частников Но за свои услуги Они просят от 300 гривен До 2000 И это если конечно Дождешься их Прежде чем окоченеешь от холода И мы сейчас прервемся ровно на 13 минут Чтобы уже в начале следующего часа Поговорить в этой студии С президентом Грузии У него узнаем Что он думает О новых украинских чиновниках Его соотечественниках Дождитесь КОНЕЦ Это подробности недели Мы в прямом эфире И начну с новостей из Харькова Там сегодня во время мирного марша Произошел теракт Два человека погибли 11 ранены В СБУ заявили о задержании Несколько человек Мы получили картинку Вот давайте прямо сейчас посмотрим Как это было Советник главы СБУ Маркиян Лубкиевский В нашей программе В прямом эфире Подтвердил Что эти люди Задержанные Которые вы сейчас увидите Вот они на ваших экранах Причастны к подготовке теракта Что за этим преступлением Тянется российский след И по словам советника главы СБУ Этому есть прямые доказательства В том числе и оружие Которое задержанным передали По словам представителей СБУ Передали из Белгорода Генеральный прокурор Украины Срочно отправил в Харьков Своего заместителя Владимира Гузыря В городе объявлена Антитеррористическая операция И как подтвердили нам в СБУ Сегодня же клонировался Еще один теракт Теракт в Одессе Но его удалось предотвратить Мы следим за происходящим Наш корреспондент Лидия Калинина Прямо сейчас на улицах города Она берет интервью Она общается с силовиками Если будет новая информация Оставайтесь с нами В любую минуту Просто выдадим ее в эфир И вернемся Вернемся к ситуации на фронте Наш корреспондент Ярослав Кречко Дежурил В составе бригады скорой помощи Просто на передовой Герои его репортажа Военные врачи Люди, которые говорят Удачный день Когда работы нет Нет вообще И вот как прошел этот день Между Артемовском и Дебальцево Врачи Это называется Боевое дежурство Мы сейчас едем Ближе Передовой Ближе к Дебаль Если выстрел Где увидел Где услышал Там и упал Все ясно? Ясно Там на сколах Попал Коммуна Сразу кричите Руки не поднимать Не вставать Вообще Сюда все по-разному Получается Сегодня спокойно Но никогда не спокойно Потому что давай У нас есть определенные комнаты Где мы стоим То есть мы перехватываем Например, ураль Казовомость Стабилизируем Вся работа И доставить больницу Чем быстрее Те лучше живого Но доктор знает Есть такая вещь Золотой червцы Успел? Помочь Вызвал человека Не успел На время На которое Человек может рассчитывать Как бы Он будет спасен В случае Если Травмы совместимые Когда идет в колонну Пять машин Бьют первую Последнюю Всех расстреливают Когда 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 машина Задняя встает Большая вероятность Развернулся И уехал То есть они Виртуально По скорым Да По скорым Они лупят Именно в первую очередь Поэтому не расслабляйтесь Приехали в расположение наших военных Наверное Дежурить будем Пока здесь Я не боюсь Ну вперед Вью Как это все Что Мы с Тамарой ходим парой Санитарами с Тамарой Моги у меня были Когда я увидел Как Довозили Бойцы Урал И две собачки Морды Там Такие счастливые Ну в одних Птуради Спотанку Стукнули Там Сколки Войцы Дребні Вчера двоих Позавчера На Міні Підірвалися На машине Вновь Вдругому Просто Поломало Вновь Не дошли Заживиться Ну все безработи Значит Самый удачный Не надо работать Не надо Вознить раненых Нужи Нужи Так вот Порадуйтесь Здравствуйте Ну как-то тихо Да Ну техники нет Безпроводники Нашими там Техники Куда-то отбили Мы не уверены Доброго А что делать Все Счастливо То есть мы уезжаем Завтра приезжаем Да Все целуем По коням Смена Наши Зачи Заканчивается Мы сейчас едем Назад В Артемовску А завтра Будет Новый день Новое дежурство Помимо Артемовска Помимо Дебальцева Горячей точки На украинской карте Есть еще одна Углегорск Вот о том Что там происходит Поговорим прямо сейчас К нам гость подъехал Вечер добрый Проходите пожалуйста В студию Андрей Артеменко Народный депутат Вечер добрый Я хотел бы с вами поговорить О том что происходит В Углегорске Я знаю вы только оттуда Ну с самого Углегорска К сожалению я не мог уже выехать Потому что они находятся Под контролем Украины Но начать я хотел бы не с этого Я хотел бы от лица всего Нового украинского политика В этот день Попросить прощения У всего народа Украины За то что мы политики Фактически довели страну До того состояния Где она находится До того что проходят теракты В наших городах В наших столицах До того что гибнут люди На наших территориях И поэтому простите меня люди За то что мы Такое натворили С нашей страны Спасибо вам за эти слова Потому что чаще вы политики Говорили это И самое главное Что вы искренне говорили Вернем сюда Та ситуация которая была В Углегорске Вы знаете в момент Когда террористы Заходили в город В момент когда шли Ожесточенные бои В центре города Мэр Углегорска Михаил Мартынов Человек который мы В этой студии Перед Новым Годом Организовали Гуманитарные конвои Помогли людям Просто выжить Доставили туда Продукты питания Так вот Украинцы Украинские активисты Те люди которые Реально Верой и правдой Служат Украине Являются украинскими Патриотами Организовали конвой Из 20 машин Чтобы вывести Украинских активистов На нашу территорию На так называемый Дебальцевский крест К сожалению Наши военные Которые стояли На этом блокпосту Заблокировали Этот выезд Были расстреляны Две первые машины Со словами Вам не сюда Вам в другую сторону Езжайте Винакева Этих людей Не пустили На нашу территорию Вот что мы имеем К сожалению И это причина Почему Происходят теракты Это причина Потому что Украина Не имеет своей стратегии По отношению К своим собственным гражданам Которые живут На территории Донецка И Луганска И происходят Такие дикие Жуткие вещи Андрей Давайте все таки разделим Теракты происходят Потому что Ну в любом случае Как заявляют силовики В нашем эфире Это план Эти люди Которые были подготовлены На российской территории Я с вами полностью согласен Но наша идеология К нашим гражданам Которые живут В Донецкой И Луганской территории Если мы когда-нибудь Собираемся Вернуть эту территорию Себе Должна быть такая Чтобы они захотели Жить в стране Для того Чтобы они мечтали Жить в Украине Для того Чтобы они делали все Чтобы наша страна Поцветала Что происходит Со справками Вы были там Вы видели своими глазами Это еще одна дикость Которую я не знаю Какой человек это придумал Десять дней Необходимо рядовому Жителю Гражданину Донецкой Луганской области Для того чтобы Оформить справку На въезд И выезд В зону АТО Но вы представьте Ситуацию Вам нужно получить пенсию Вам нужно получить Зарплату Вам нужно получить Социальное пособие Вы должны обратиться В пункт приема Который не обозначен Ни на карте Ни на карте Ни на никакой же Естественно Система оповещения Информации Для того чтобы Подать запрос На въезд В зону АТО Для получения Тех или иных Документов Десять дней Как людям выжить Как людям Пережить этот кошмар АТО не порядок утвердил Вы понимаете Ну это руководство АТО Так называемое Опять же АТО Что такое АТО Ну даже президент Уже назвал ситуацию Которая происходит На Донбассе Великой Отечественной войной Великой Отечественной Украинской войной Это его слова Я цитирую Мы все-таки упорно Продолжаем называть Эту ситуацию АТО Поэтому я сделаю все Для того чтобы Эти справки Которые заставляют Оформлять жителей Луганской Денинской области Были отменены В немедленном порядке Ну подождите Вы народный депутат Вы не можете В правительство обратиться С вашим удостоверением Прямой пост Вы знаете К сожалению Ничего не поменялось У нас одно АПГ Поменяло на другое Даже люди Которые к нам приехали Из-за рубежа Госпожа Ярейская Я сейчас в прямом эфире Пользуюсь случаем Обращаюсь к ней Я три недели Три недели Не могу добиться На прием К министру финансов Только для того Чтобы дать свои предложения По дополнению Изменению Бюджета Украины Для того чтобы Реально обеспечить Жизнь людей Которые живут В Луганской Донецке Реальным финансированием К сожалению То что происходит сегодня Это кошмар Я думаю Она была бы В нормальной цивилизованной стране В течение двух суток Уволена с той должности Поэтому я обращаюсь Через ваш эфир Через ваш канал С просьбой Уважаемый министр финансов Примите меня Я У вас записан На прием Уже почти три недели Коллеги У нас есть временно Еще один вопрос гостю Скажите Вот ситуация на Донбассе Все таки Наверное То что очень многие Сейчас волнует Ну Мягко говоря Она далека от нормальной Сколько денег понадобится На восстановление И вот ваши деньги А как это все восстанавливать За чьи деньги Ну вопрос Кто будет это восстанавливать Если это территория Украины То естественно Это будет восстанавливать Украина А если эта территория Не украинская То наверное Кто ее захватил Тут пустая восстанавливает На самом деле Я хочу сейчас вспомнить Слова Черчилля Который сказал 19 мая 40-го года Граждане Мне нечего вам хорошего сказать Впереди нас Ждут тяжелые времена Тяжелая война Тяжелая работа Так вот я убежден Восстанавливать территории которые разрушили до основания, должны те люди, которые привели к той ситуации, которая есть. Должен Янукович, который вроде как обещает вернуться на Донбасс и восстанавливать, или что-то обновляет, восстанавливать, то практически организационная преступная группировка, которая довела нашу страну до этого состояния. Если мы не поменяем свое отношение к происходящему, мы не изменим ничего ни у себя в стране, ни у себя в головах. Спасибо большое, что были у нас в студии. Пожалуйста. И только что я вижу, президент Грузии к нам подъехал. Вечер добрый, проходите, пожалуйста. Господин президент, вечер добрый. Добрый вечер. Вот так, становитесь, вам будет удобно. Спасибо большое. Президент Грузии сегодня в Киеве принял участие вместе с другими главами государственных мероприятий, которые проходили на Майдане. И вот есть такая цитата, ее принесли грузинские СМИ, что в Украину поедем все, сколько в самолет поместится. Для вас это был шаг для того, чтобы показать Украине уважение? Что отношения между нашими странами не испортились, несмотря на определенные обстоятельства? Отношения между нашими странами и не испортились, и они могут только развиваться. Шаг был, естественно, показать Украине, что мы стоим вместе с украинцами. Ну и вместе с тем показать, что это не только шаг президента, но это и шаг и большинства. Это шаг и оппозиции, и разных оппозиционных фракций в парламенте, а также и шаг, сделанный уже исполнителем. Ну, дайте мне первую возможность поприветствовать вас на этом канале. У меня впервые есть такая возможность, вашу аудиторию. Поздравить их с сегодняшним маршем, ну и вместе с тем выразить свои глубочайшие соболезнования со связью с терактом. Вот мы живем в такую эпоху. И гордость, и чувство утраты, оно присутствует в одно и то же время. Что думаете по поводу происходящего сейчас в Украине? И не напоминают ли вам это грузинские события, которые не так давно были? К сожалению, напоминает. Я хочу в первую очередь передать ту эмоцию, которая была в первых рядах нашей колонны, когда мы шли вместе с лидерами многих стран. Это было чувство гордости, потому что мы идем вместе с людьми, которые сражаются за свою независимость, сражаются за свой свободный выбор. И мы четко стоим вместе с ними, и идем вместе с ними по улицам Киева. Да, напоминает. Напоминает не только 2008 год, но напоминает и 90-е годы. К сожалению, Грузия прошла очень трудный путь со дня нашей независимости. Это были 90-е годы, когда происходило близко к этому, близкие к этим явлениям происходили в Абхазии, происходили в Осетии. Там тоже было вот то, что мы сейчас называем гибридной войной. Мы это видели в 90-х. К сожалению, мы увидели еще больше, так сказать, жестокости в 2008 году. Мы увидели договора, которые подписаны между Россией и так называемой Абхазией. Сейчас готовится с так называемой Осетией в 2014 году. К сожалению, напоминает. И мы видим, что украинцы стоят так же сплоченно, как стояли грузины. И через вот этот терновый путь мы создаем современность наших стран. Что бы Вы посоветовали Украине с Вашим опытом, с опытом Вашей страны, которая все это уже пережила в прошлом? Мы бы посоветовали, во-первых, стоять так, как Вы стоите, стоять не боясь, стоять гордо. И вместе с тем, естественно, не терять рациональный подход к тем процессам, которые происходят. Да, очень трудно в такие моменты думать о рациональной политике, думать о главных пунктах, которые мы должны достичь. Но это и должны делать политики. С одной стороны, стоять вот в таком трудном моменте вместе со своими гражданами. Ну и думать о прагматических шагах, которые нужно развивать по этому направлению. Господин президент, я Вас хочу спросить о, наверное, главной теме, которую Украина обсуждает на этой неделе, теме американского оружия. Буквально вот через минуту мы сможем это сделать. Я зрителям поясню, в чем дело. В ближайшие дни, вот так отвечает Вашингтон, на вопрос, когда же все-таки будет принято решение по поставкам оружия Киева. Эти разговоры идут уже не первый месяц, но, кажется, подходят к своему логическому концу. И вот Дмитрий Лоский, наш американский корреспондент, он сейчас в столице Америки, он оценивал шансы Украины на военную помощь. Дмитрий. Дмитрий, Белый дом довольно долго не называл каких-то конкретных сроков. Но вот теперь, похоже, момент истины все-таки пришел. Накануне в Лондоне госсекретарь был атакован журналистами. Он заявил, Барак Обама в течение нескольких ближайших дней окончательно скажет, да или нет. Вот слова госсекретаря Джона Керри. Что касается летального оружия, мы очень четко дали понять, что в Вашингтоне сейчас идет активное обсуждение этого вопроса, как в Конгрессе, так и в администрации президента. Пока что решение не принято, но мы посмотрим на развитие ситуации в течение следующих нескольких дней. Я ожидаю, что президент Обама в ближайшие дни сделает свой выбор. Не секрет, что команда президента расколота. Часть ближайших советников Обамы категорически против, мол, это только спровоцирует Россию. Но есть и влиятельные сторонники этой идеи. Тот же, например, командующий войсками НАТО в Европе или новый шеф Пентагона. Именно на этой неделе у американской армии наконец-то появился начальник. Это Эштон Картер. Он был выдвинут Обамой и республиканцем, у которых нынче в Конгрессе большинство буквально клещами вытянули из него согласие на то, чтобы дать Киеву оружие и спецов. Ну, как условие, что дадут голоса за утверждение его в должности. Американский генералитет тоже принципиально за. Вот свежайший пример. Накануне экс-главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, генерал Вески Кларк сказал, что украинские войска могли бы отстоять Дебальцова, если бы у них было американское оружие. Прежде всего, противотанковые системы, которые как раз и собираются поставлять из Вашингтона в Украину. А еще категоричнее выступил сенатор Джон Маккейн. Он вместе с другими конгрессменами напрямую обвинил страны Запада в бездействии. А соглашение о прекращении огня в Донбассе назвал смехотворным листком бумаги. В Вашингтоне, похоже, понимают, что промедление смерти подобно в прямом смысле. Но если госдеп сказал несколько дней, то так оно и будет. Решение по поставкам оружия ждать осталось недолго. Дмитрий. Спасибо, коллега. Ну вот, господин президент, мы услышали с вами, что в Вашингтоне по этому поводу думают. Вы знаете, искренне, Украина очень серьезно на этой неделе обсуждала тему американского оружия. Вроде бы есть уже и соглашение, которое определенный баланс выстроило. С другой стороны, боевики пытаются его нарушить. А ваше мнение, ваш совет, продолжать нам просить американское оружие? Поможет ли оно Украине сдержать вот тот натиск, который есть? Ну, естественно, это вопрос двухсторонних отношений. И он зажится на главной истине, что любая страна имеет право защищать себя, имеет право защищать свою территориальную целостность, имеет право защищать свои национальные интересы. Однако, когда мы думаем о будущем, мы думаем о мире. Мы думаем о том, как эффективно прекратить кровопролитие, как эффективно достичь договоренностей. И ресурсы к достижению этих договоренностей, они очень-очень значимы. И здесь мы, естественно, надеемся и на поддержку американской стороны, и европейской стороны, и всего мирового сообщества. Потому что те вопросы, которые мы сейчас видим, и мы все направлены на то, чтобы прекратить кровопролитие, это кровопролитие результат политики по отношению к соседям России. Это кровопролитие было в 90-х и в Грузии, это кровопролитие было и в 2008-м. Мы потом видели, что это продолжается уже и в Украине. И ответ на политику агрессии по отношению к добрососедским странам со стороны наших партнеров должен быть направлен на глобальное решение отношений России по отношению к ближнему зарубежью. Потому что то, что мы слышим постоянно, это отношение к привилегированным зонам, интересным зонам. То есть нас называют зоной привилегированных интересов России, когда мы независимые государства. Мы государства, которые имеем право строить международные отношения по основе международного права. Вы тоже чувствуете, что по-прежнему считают нас зоной влияния и считают, что возможно это влияние? Я, к сожалению, вижу, что влияние возможно только через военный путь. И это уже не влияние. Но свободный выбор наших стран, свободный выбор наших народов, он должен основываться на добрососедству. И подкреплять это добрососедство, и строить реально политику с нами и по отношению к России должны наши партнеры. И мы, к сожалению, видим, что 2008 год не был таким большим уроком для международного сообщества. К сожалению, он никого ничему не научил. Потому что если бы был правильный, очень принципиальный и, главное, растянутый во времени процесс, начиная с 2008 года, я уверен, мы не имели бы 2014 года в Украине. И это очень значимо. Нельзя прекращать прессинг, когда мы говорим о международном праве, мы говорим о праве суверенных государств. Господин президент, я напомню зрителям, у нас президент Грузии Георгий Марк Вилашвили в студии. Я не могу вас еще об одном не спросить. Мы с вами практически уже побратимы, потому что украинское правительство возглавили очень много грузин. Фамилии на слуху, фамилии известны. Есть определенная дискуссия, что те ли люди в правительстве, не все их восприняли, кто-то в восторге, кто-то нет. Вы этих людей во многом знаете просто как с соотечественниками, как с теми, с кем вы там за руку здоровались, общались. Что вы можете о них сказать? Насколько правильные люди сейчас в украинском правительстве? Ваши соотечественники. Ну, во-первых, я хочу подтвердить свое уважение к суверенному правительству Украины, которое избрано через демократические выборы и правительство в Украине формируется на основе желаний и чаяния украинского народа. Поэтому это первый момент. Во-вторых, я хочу еще раз подтвердить вашим телезрителям и вам, что любой грузин считает в неком смысле своим долгом быть полезным Украине и служить Украине, так как у нас есть стратегические интересы и общее видение будущего. И мы, правда, побратимы. Каких кандидатур избирает легитимное украинское правительство из вот столько желающих грузин? Это лишение украинцев. И я не думаю, что я должен комментировать уже конкретные назначения и конкретных деятелей. Это внутренние дела Украины. По крайней мере, я вас правильно услышал, что эти назначения, определенные компромиссные фигуры, определенные спорные фигуры, они не испортили отношения между нашими странами? Испортить отношения между двумя братскими странами очень трудно. А я хочу еще добавить, что и мой мандат, когда меня избирали, и я уверен, мандат президента Порошенко подразумевал в себе дружбу украинцев и грузин. Так что мы оба служим нашему мандату. Мы оба, как вы видите, выявляем уважение к нашим избирателям, так как у них вот такие близкие чувства. Так что испортить эти отношения шериховатости не могут, я уверен. Спасибо большое. Самые главные слова, которые вы нам сказали. Я знаю, что вам летать не могу больше задерживать в студии. Был рад вас видеть здесь. Огромное спасибо. Было приятно. Всего доброго. И самая громкая интрига недели. Миротворцы – это идея президента, пригласить их в Украину. Главный вопрос, поможет ли это установить мир в стране, и как это организовать, организовать практически. Так вот, наш корреспондент Роман Бочкала видел, как работали украинские миротворцы в разных странах. И вот, злобная ирония. Теперь они нужны в Украине. Давайте посмотрим. Миротворцы в Украине. Введение боевых действий в современных условиях с использованием современной техники с современными выкликами и загрозами. Робот бачит бротей. Я миноматная мина. Миротворцы в Украине. Хуля бывает сольная, может и долетит. Внимание всем смена. Нападение на базу со стороны Юлия. Юре подбить нападение, а ценим занять периметр. Ваши парни знают, что делают. И я абсолютно уверен в украинцах, какое бы сложное задание они не выполняли. Миротворцы в Украине. Задание было постерегать на жизнь и оформлять так, как и в украинской мертвовшей категории. Сложность. Ну это люди военные. Мы должны ко всему быть готовы. Я так считаю. Не зря мы присягу давали, когда нас ручат. Это люди военные. Куритич. 1-0. 1-2. 701 на курсе. Смотри, теперь. Примен, брат. 2-1-1-2-1-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2. Да, еще вон 5-7-1-2-1-2-2-1-1-2-2-1-2-2-1-1-2-3-1-2-1-2-1-2-1-2-2-1-2-1-1-2-1-2-1-2-1-2-1-3-2-1. Перевезение войск, перевезение наземных патрульев и обеспечение патрульевания вдоль державного партнера с Когдиваром. Это очень хорошее орудие. Очень точно бьет более 20 км. Каждую секунду вылетает снарядом весом 30 кг. Они действуют не только в Кваданских затоцах, но и в Черном море такие случаи были. И действуют самое главное на акватории Индийского океана. Причем на высоте до 1000 миль от бережья. Действительно люди ранее принимали участие в бережских операциях. Продолжаем с нами на связи. Прямо сейчас Сергей Грабский, человек, который объединяет наших ребят, участников миротворческих миссий. Вечер добрый. Добрый вечер. У меня несколько вопросов к вам. Вопросов очень важных, очень актуальных тех, что обсуждались всю эту неделю. Во-первых, мы видели только что эти кадры. Рома Бочкала, наш военный корреспондент, снимал их лично, говорил с нашими ребятами, которые служат в разных горячих точках, наши миротворцы. Многие говорят, наверняка стоит отозвать их в Украину для того, чтобы их опыт использовать здесь. Что бы вы сказали? Ваше мнение. Вы знаете, я хотел в первую очередь сказать, что действительно опыт миротворцев, опыт ребят, которые прошли горячие точки, безусловно, ценен и важен. Но отзывать те небольшие подразделения, те группы, которые сейчас находятся, насколько они сейчас смогут помочь нашей стране, я имею большие сомнения. Плюс нужно еще брать во внимание очень важные политические, экономические аспекты и обязательства Украины, которые она на себя взяла. То есть, если Украина нарушит свои обязательства перед ООН, это может негативно на самой стране сказаться? Вы об этом? В том числе. А что до опыта? Через миротворческие миссии в общей сложности прошло больше 50 тысяч человек. И, поверьте мне, их опыт уже работает на защиту и оборону нашей страны. И очень успешно. Сергей, а что касается идеи президента, идеи, которая озвучена буквально в эти дни, о том, чтобы миротворческий контингент ООН был приглашен в Украину? Вы знаете, на сегодняшний момент нужно немножко разделить это понятие, потому что, с одной стороны, мы понимаем, насколько сложна процедура привлечения миротворческого контингента в Украину. И мы прекрасно знаем, какие проблемы стоят на этом пути. В частности, необходимость принятия решения Советом Безопасности. Да вы знаете, бог с ними, с бюрократическими формальностями. Простите, но вот просто ваше мнение, человек, который разбирается в этом, если бы голубые каски ООН появились на линии разделения, насколько это помогло бы? Это бы помогло. Это бы помогло, потому что, вы знаете, это позволило бы, если бы мы говорим о классической миротворческой операции, в первую очередь, сохранить людские жизни, развести войска, противоборствующие войска на расстояние, которое исключило бы возможность использования тяжелого вооружения. И постепенно, шаг за шагом, поверьте мне, это очень долговременный процесс, приступить к успокаиванию, приступить к нормализации жизни. А дальше, извините, это будет зависеть только от нас, от нашей готовности, от нашей способности показать, где жизнь лучше, у нас в Украине или где-то в другом месте. Спасибо большое, что присоединились к нам. Сергей Гравский, человек, который объединяет наших ребят, участников различных миротворческих миссий. И только что гость к нам подъехал Дмитрий Кулева, посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Украины. Дмитрий, вечер добрый, проходите, пожалуйста. Добрый вечер. Скажите, ну а мнение МИДа, насколько это реально? Ну, мы с вами прекрасно знаем, с какими проблемами страна может столкнуться. Вот только что наш гость об этом говорил. Я был в ООН, говорил со многими чиновниками, неофициально, без камеры. Все знают, что решение может принять только Совет Безопасности, все знают, что в России есть право вето, все знают, что пресловутый господин Чуркин этим право вето. Пользовался по поводу и без повода. Все-таки, насколько реально, что ООН примет это решение? Это, конечно, сложно, но в нашем конфликте вообще нет ничего простого. У нас есть некоторые вызовы, с которыми МИДа не знает, что делать. Поэтому шансы я пока не оценивал, но главное то, что мы принципово на этом полягаем и шукаем международную поддержку, и получаем ее для того, чтобы это решение было ухвалено. А кто на нашем боце, можем сказать? Есть уже какие-то консультации проведены? Сегодня уже стало известно, что Польша поддерживает это решение. И я уверен, что это коло поддержки постоянно срастет. Хорошо. Я могу с вами в разговоре вернуться к главной теме этого дня. Мы весь эфир говорим про ситуацию в Харкове, про теракт в Харкове. Сегодня несколько иноземных президентов в Киеве. Что они говорят? Что они сказали президенту Украины? Какая их реакция? Безпосередньо реакции президентов я не слышал, просто не был во время этих разговоров. Но для всех есть очевидный тот факт, что это удар по мирным усилиям. Что это теракт не только против Украины, но и против всех европейских и международных стран, которые выступают за мир. И это главное. Никого не имеет смысл, что за этим терактом стоит Российская Федерация. Это уже не первый удар. Какая должна быть международная реакция, чтобы это прекратилось? Чтобы мы больше не видели кровь Харковскую, которая сегодня всех взорвала, всех вразила? Так. Это было особенно синячно, потому что это произошло в прошлом неделе. И про которую можно говорить тут речь. Это не поддается какому-то пониманию, просто людскому. Реакция очень проста. Мы, по сути, просим двух вещей. Мы просим, первое, сохранить солидарность нам, чтобы мы стояли плечо плечо один с одним. Другое, чтобы нам надали оружие, которая позволит нам защитить нашу страну. Мы же не требуем, чтобы кто-то приезжал и умирал тут за Украину. Наши граждане, мы готовы сами это делать. И третье, чтобы тиск на Российскую Федерацию не изменился, потому что веры ей нет. Стосовно оружия, скажите мне, это одна из главных темы этого недели? Чи надаст Америка Украине оружие? И вот сейчас мы слышали от Держискатеря Керри слова про то, что президент, президент Обама, это решение ближайшими днями. Какое решение Киев ждет? Абсолютно решение про надение оружия. Но не только от Вашингтона. Мы объясняем ему очень просто. Нам нужно оружие защитить нашу страну. Потому что Россия все равно... Извините, вы говорите про защит. Мы просим оборонную оружие? Потому что глядачам не понимают. Какая оружие нам нужна? Нам нужна оборонная оружие, которая позволит нам эффективно стримовать агрессивные намеры террористов. И Россия, которая их поддерживает, безусловно берет участие в этом конфликтах. Потому что Российская Федерация, попри все, продолжает насыщивать, буквально фаршировать этот регион своей современной оружией. Все, что мы просим, это помогать нам озборваться и защитить свою территорию. Скажите, пожалуйста, мы говорили неделю тому в этой студии с министром закордонных справ. Он был у нас на связке. И говорили мы про то, что за планом мае происходить, как ты скажешь, степ-бай-степ, наступное, вывод тяжких оружий. Сейчас. Чи на часе, чи на разе эта ситуация, чи можем мы погодиться на это? Чи мы ждем на развитие ситуации? Для отведения есть одна принциповая умова. Это мае быть двустороннее отведение. Мы не можем оголить свой захист, свою линию захисту, если это сделать террористы. Відповідно, плани погоджені. Сегодня про это было официально заявлено. Но все всегда у нас висит на волосы, потому что террористы могут за указанностью из Москвы раптом свои плани изменения. Поэтому надеемся, что это выводение все-таки будет. Дякую. Ну и тогда еще важное вопрос. 24 часа планируется субстичь министров закордонных справ нормандской четверки. То есть, после того, как встретились президенты, сейчас уже разговаривали на уровне министров закордонных справ. Чего мы ждем? С какими меседжами поедет наш министр? Мы ждем конкретной договоренности про то, каким образом будут выполняться пункты минских договоренностей. От России ждут конкретной согласии и конкретного влияния на террористов для того, чтобы обеспечить это выполнение. Розмова будет крайне простая. Но результат мы должны получать. Дмитрий, ну чекайте, а если после того, как Россия что-то подпишет, ничего не случится, это уже санкции? Это уже новые санкции? Абсолютно. Чем больше порушений с боку РФ, тем ближе вона стает до санкций. Это не только до санкций, но и до других форм вплива, до которых даватся наши международные партнеры. Ну, поэтому я правильно вас понял, что не нужно разочаровываться, если у нас что-то не выходит. Абсолютно. Захид просто, благодаря тому, что что-то взрывается, просто еще раз, вкотре, переконывается, что Россия ничего не выполняет и реакция будет жесткой. Не только, а я даже додам, что все больше тех, кто еще хоть как-то присумнивался, или выглядит, что он сумнивается, все больше переконывается в том, что с Россией остается лишь один шлях. И это шлях жесткой разговоры. Размоворы, но жесткой. Дякую за разговоры. Размоворы не жесткой, а размоворы отвертой. Не часто так бывает с дипломатами. Дмитрий Кулева, посол по особым вручениям Министерства иностранных дел Украины. Спасибо, что были в студии. Еще одна главная тема. Главная тема будущей недели. Это бюджет. Возможно, уже в самые ближайшие дни парламент станет решать судьбу бюджета страны. Главного финансового документа. Ну, а точнее, будет рассматривать поправки к тому документу, который со скандалом, помните, был принят под Новый год. Ну, давайте разберемся. Что предлагает правительство? Сейчас будет много цифр, но, послушайте, это важные цифры. Итак, правительство предлагает увеличить доходы бюджета на 22 миллиарда. Мы буквально только что связались с депутатом Виктором Пензенеком, членом парламентского бюджетного комитета. Так вот, он пояснил, что это обусловлено инфляцией. Отнюдь не тем, что правительство сумеет собрать больше налогов. Кстати, прогноз инфляции, он увеличен вдвое, до 26%, практически 26% за год. Попросту говоря, планируется, что цены вырастут как минимум на четверть. Пензенек тоже встревожен слишком большой дырой в бюджете. Говорит, что реальный дефицит бюджета это практически 200 миллиардов гривен. Курс доллара записан в бюджете. Правительство тоже предполагает изменить с 17 гривен за доллар до 21 гривны 70 копеек. Ну, что странно, ведь в обменниках сейчас уже почти 30. При всем этом, минимальные зарплаты и пенсии заморозили. Ну, справедливости ради стоит сказать, вы видели эту цифру, 12,5 миллиардов гривен. Это дополнительные выделения на льготы и субсидии малообеспеченным. В тех изменениях, которые сейчас предлагают, есть и прибавка. 400 миллионов для помощи больным, которые нуждаются в господдержке. Все эти изменения, это условия для получения кредита МВФ 17,5 миллиардов долларов. Ну, только представьте, вот эта сумма, это практически годовой бюджет всей страны. Ну, а в ответ, для того, чтобы эти деньги получить, МВФ требует повышения тарифов. И в результате, как подсчитали журналисты популярной авторитетной газеты «Зеркало недели», уже совсем скоро, например, за отопление, в обычной скромной однокомнатной квартире, придется платить 2-3 тысячи гривен в месяц. Что по этому поводу думают в парламенте, узнаем прямо сейчас. Юрий Бойко с нами на связи, лидер оппозиции. Юрий Анатольевич, вот по поводу тех изменений в бюджете, о которых говорит правительство, а как вы их оцениваете? Вот вы ведь за этот бюджет не голосовали, вы были против. А что по поводу изменений? Само принятие бюджета было ошибкой. И мы в этом сразу сказали, и мы выступали против такого бюджета, который был написан уже тогда под диктовку МВФ. А те изменения, которые сегодня пытаются провести, это как раз еще ухудшить положение людей. Потому что основная проблема, которая там есть для всех пенсионеров, 10 миллионов человек в стране, это то, что неиндексированные пенсии были в 2014 году, и точно так же до конца года не планируется индексация в 2015. При том, что инфляция 25% и в прошлом году и в этом рост цен соответствующий, то есть просто пенсионеров ставят за грань выживания. А вторая проблема, это повышение тарифов, которое сегодня анонсировано там по разным, но уже понятно, что это будет существенно. Безусловно, вот эти два фактора, они очень серьезно ухудшают жизнь людей в стране, поэтому мы считаем, что такие бюджетные предложения, они в сегодняшней ситуации неприемлемы. Подождите, но у меня вот как раз по поводу повышения тарифов на газ, тепло и свет вопрос. Болезненная тема, тема обсуждаемая. Вы, как специалист по энергетике, вы можете сказать, ну а есть ли он другой выход? От повышения цен на газ для населения, люди будут платить на 50 миллиардов гривен больше в стране, из которых только 12 им вернут в качестве субсидий. Остальные 37, это у них забирают, и они это оплачивают. И кто даст ответ, почему при себестоимости 400 гривен собственного газа население должно платить 3000? Куда идут остальные деньги? Газа собственной добычи всегда хватало для обеспечения потребностей населения. Это было на протяжении последних 10 лет. Теплокоммунная рецентрализованная уже использовали, и промышленность использовали, газ импорт на производство. Ну, вы же прекрасно знаете аргументы правительства. Когда придет пора голосовать за бюджет, Кабмин в очередной раз скажет, что без этого голосования, без принятия изменений в бюджет, он нам МВФ просто денег не даст. Мы считаем, что вообще бездумное следствие рекомендациям МВФ ни в одной стране мира не принесло добра. Потому что МВФ не учитывает особенности нашей страны, а подходит с одной меркой ко всем. А у нас есть свои особенности, у нас и так плохое экономическое положение у людей, и дальнейшее ухудшение это просто может привести к социальному взрыву. Теперь представим себе пенсионера, который получает 1500 гривен с сегодняшним ростом цен и с сегодняшним ростом тарифа. Куда его выталкиваете правительство, в какую нищету его толкает? Ну, если вы так жестко критикуете сотрудничество с МВФ, простой вопрос тогда, а где брать деньги на те объективные расходы, которые действительно нужны? Ну, вот на повышение пенсии, о котором вы говорите. И вот, а из каких источников финансировать? Дай бог у нас пойдет все к остановке воинского конфликта, и мы очень рады, что это происходит. И не нужно будет тратить 35 миллиардов гривен, которые заложены в изменениях в бюджет на расходы на войну. Так вот эти 35 миллиардов гривен как раз хватит для того, чтобы провести индексацию пенсий, 30 миллиардов гривен, и 5 миллиардов для того, чтобы увеличить помощь переселенцам, которые сегодня получают всего лишь 400 до 800 гривен в месяц на человека. Это, естественно, на такие деньги прожить сегодня нельзя. Вот как раз этих денег хватит для того, чтобы поддержать людей. А когда Украина сможет прекратить тратить деньги на войну, прекращение войны, вы считаете делом близкого будущего? И, в принципе, от минских договоренностей? Вот кто выиграл, кто проиграл? Ну, мы очень надеемся, что с подписанием минских договоренностей, при условиях выполнения всеми сторонами, наша страна получает шанс к остановке воинского конфликта и, безусловно, выиграет Украину, поскольку это на нашей территории идет война и на нашей территории гибнут люди. И остановка этого – это победа Украины. И дальше все перейдет в политический процесс, который будет касаться изменения Конституции, в чем должен принимать участие парламент. И мы надеемся, что парламент будет занимать конструктивную позицию и обеспечивать со своей стороны выполнение подписанных договоров законодательным путем. Касательно миротворцев, любая форма, которая позволит избежать воинских контактов и гибели людей, нами приветствуется. Кстати, предложение миротворцев – это было выдвинуто впервые нами, в нашем варианте мирного плана, который мы проводили через парламент. Но вы же видите, что введение миротворцев может в совбезе заблокировать Россию. Вы же видите, что обстрелы так не прекратились. Не значит ли это, что Минское соглашение попросту может сорваться? Слишком далеко зашел воинский конфликт и слишком большая площадь поражена военными действиями. Но все признают, что ситуация улучшается и что снижается количество обстрелов. И мы надеемся, что дальнейшее урегулирование конфликта будет проходить только дипломатическим путем, соблюдением всех подписанных договоренностей и пунктов Минских соглашений. И парламент будет принимать непосредственное и конструктивное участие в законодательном сопровождении этих договоренностей. Мы считаем, что это единственный путь достижения мира в стране. Ну вот такое мнение. Спасибо. Юрий Бойко был с нами на связи. Еще одна важная тема. Год назад Россия начала операцию по захвату Крыма. Тысячи крымчан уехали в материковую Украину. Вот часть из них сейчас во Львове. Их видел наш корреспондент Арман Бычкала. Меня зовут Сергей. Мне 21 год. Я народился в Симферополе, в Крыму. Уже ты в Року живу в Львове. Меня зовут Ярослав Агасящич. Я общитель с Крыма, с Армянска. Вот. Переехали мы во Львов полгода назад. Я Яшар Фазылов. Работал одно время в школе преподавателем французского языка. Меня зовут Наталья. Я из Симферополя. Я Халил Халилов. До этих событий жил в Крыму, в Симферополе. Занимался организацией концертов. Была своя передача на телевидении музыкальная. Был свой арт-центр в Крыму. Во Львове уже образовалась своеобразная крымская диаспора. Праздники и будни. Переселенцы из Крыма собираются в этом доме, в офисе общественной организации «Крымсос», название которой говорит само за себя. Это встреча так называемого «Крымского клуба». То есть мы с сентября месяца организовывали несколько встреч. Почему решили переехать? Ну, наверное, потому что Крым уже не Украина, поэтому решили переехать. Когда вдруг происходят какие-то вещи, помимо моей воли, так как я не хочу, то у меня есть внутреннее сопротивление. На самом деле то, что произошло, это называется оккупацией. Я считаю себя крымским украинцем и ввел достаточно активную позицию в Крыму с приводу оккупации. Ось, принимал участие в Крымском майдане, в крымских проукраинских акциях, и поэтому просто было бы небезопасно оставаться в Крыму. Мне вообще запретили заниматься концертами, связанными с крымской татарской культурой. Меня вызвали и сказали, что большое сборище крымских проектов сейчас опасно. В Львовской области насчитывается больше 10 тысяч переселенцев. Из них порядка 30% это с автономной республики Крым. Ребенок адаптировался в эту среду почти сразу. Через три месяца мы уже говорили и по-русски, и по-украински. Единственный момент, это, конечно, у детей, они ощущают отсутствие дома. Первоначально народу селить некуда. Пиковый момент приходился нам на летние и осенние месяца, потому что люди ехали сами по себе и уже, оказываясь в городе или на территории области, тогда только давали о себе знать. На сегодняшний день этот вопрос уже более усовершенствован. Ситуация печальная, честно скажу. То есть власть репортует, да, что они там что-то делают, ну, но это очень, знаете. Украинский паспорт, мне говорят, что я уже вроде как и не резидент страны. Такое ощущение, что уже как бы и государство вроде бы сдалось. С другой стороны, понимаешь, это же война идет. У всего, наверное, есть какое-то свое название. Но очень обидно и неприятно, когда тебе говорят, что ты не резидент страны. Каждый день с утра сюда прихожу, часов в десять. Начинаю разводить огонь. Росийский газ не использованы, использованы украинские дрова. Олія. Головное, чтобы было все очень горячее. И казан, и олія. Сначала кладу мясо. Например, сегодня то телятина. Доброе прожарю. Додаю лука. Лука можно додать трохи больше. Он дает присмак, он смягчает мясо. Потом даю морковки. Мы с львовскими музыкантами открыли джазовую школу. Там вот, если вы сейчас слышите вокал, мешать не будем. Здесь у нас Тарас Кушнирук, преподаватель по классу гитара. Тарас Кушнирук, преподаватель по классу гитара. Тарас Кушнирук, преподаватель по классу гитара. Ну, я считаю, что тут было несколько причин. В первую очередь, это позиция влады. Они были открыты про российские подруги. Ну, наверное, это все-таки прорадянская позиция большинства населения. Там что сказали, то мы и делаем. Вот нас куда повели, туда мы и пошли. Я думаю, что реально, но не раньше, чем лет через десять. И вернуть его уже не танками и лозунгами, и не тем способом, которым его завоевало сложно сказать, областила Россия. То есть только тогда, когда Украина выйдет на хороший жизненный уровень, когда мы отстроим новую страну с новыми принципами, с новыми ценностями, и когда уровень жизни будет соответствовать намного выше того, что будет происходить в Крыму, только в Крыму. Они его забирали не для того, чтобы кто-то его возвращал. Там военная база, и она будет развиваться как военная база. Поэтому, как мы его вернем, да, я не представляю, честно вам скажу. Крым вернется однозначно в Украину. К этому все идет. Люди начинают понимать, что вообще не туда мы попали. Вот. Ну и потом, мне кажется, все-таки политическое желание Украины тоже очень будет важно в данной ситуации. Главное, чтобы наше руководство, наши политики не забыли о том, что Крым – это часть Украины. Ну вот так. Многие говорят, надеются, что Крым вернется в Украину, но на данный момент по-прежнему есть люди, которых высылают из Крыма. Гость к нам подъехал в студию. Вечер добрый. Проходите, пожалуйста. Синовер Кадыров, правозащитник, диссидент. Вечер добрый. И человек, которого выслали из Крыма. Ну, не поверите, выслали буквально меньше месяца назад. Скажите, а как это было? К вам пришли, вам дали собрать вещи? Нет, в принципе, мы как бы направлялись с Симферополя в Херсон, где у нас были билеты на самолет в Херсон, в Стамбул. Но нас как бы задержали на границе, на этом контрольно-пропускном пункте. Традицию, это уже, знаете, вот там образовалась некая традиция, сформировалась, когда мы пересекали этот кордон на протяжении этих девяти месяцев. Мы, как правило, пересекали втроем. Это Эскендер Бариев, это Сулейман Адмиджид и я. Мы втроем со-координаторы комитета по защите прав крымских татар, которые организовали буквально в ноябре. А они, кроме этого, еще члены Меджлиса. Было так, как правило, они члены Меджлиса. И в отношении них были какие-то... Присматривались, переглядывались. Нет, они, собственно говоря, как правило, их задерживали без каких-либо объяснений. Ну, там, документы перепроверяли, я не знаю, что перепроверяли. Но, как правило, часа два держали. И так вот на протяжении всех этих месяцев, только чуть позже уже были, ну, не два с половиной часа, час где-то вот так. Вы знаете, мы с вашей женой записали короткое интервью. Посмотрите, вот она скрывает свое лицо, она вынуждена это делать. Вот что она говорит. Нет рядом мужа, не о ком заботиться. Тоска. Вот и в ту ночь, естественно, тоже ждала. Мы постоянно перезванивались, как они пересеклили границу. Вот, ну, на границе, на российской границе, на крымской его задержали. Вот, и сразу предъявили ему это обвинение в том, что он пребывает более 90 дней, иностранных гражданин, на территории России. Вот, хотя, согласно законодательству России, граждане, проживающие постоянно 16 марта, граждане Крыма, ну, в смысле, граждане Украины, крымчане, которые проживали, на них это не распространялся, этот закон, проживание более 90 дней на территории России. Но, тем не менее, тем не менее, его задержали, и сразу суд. Суд был скорый, и, так сказать, справедливый. Выдворили. Наверное, поеду туда. Потому что он больной человек, у него сердце больное. Я должна быть рядом с ним. Зачем вы больше переживали, в плане задержания, а не вот сейчас? Ну, за его здоровье, конечно, в большей степени за его здоровье. Так он это, с его сердцем, после перенесенной операции, как он перенесет такой стресс. Он у меня крепкий. Слава Богу. Обошлось. Скажите, ваша жена, она скрывает лицо, она не может говорить на камеру. Действительно, в Крыму ей угрожает опасность, ей и другим украинцам? Вы знаете, в Крыму достаточно такая ситуация интересная. Многие граждане Украины, они либо забыли, либо не знают, что такое глубокий Советский Союз. Это, скажем, времен так, 70-х годов, 80-е годы. Это вот не тот период, когда люди, собственно говоря, прежде чем что-либо сказать своему визобилищу, они оглядываются, смотрят, нет ли кого поблизости. К сожалению, это вот так вот. Это действительно, это реалии Крыма сегодняшнего. Ну, все-таки будем надеяться, что это изменится, что Крым вернется в состав Украины. Спасибо большое, что были в студии. Я напомню еще раз, человек, которого выслали из Крыма. Украинский гражданин, которому указали на дверь из своего собственного города, из своего собственного дома. Спасибо большое, что были с нами. И продолжим. У нас в студии президент футбольного клуба «Динамо» Игорь Суркис. Вечер добрый, проходите, пожалуйста. «Динамо» Киев, конечно же. Болельщик киевского «Динамо». Вечер добрый. Выступили с официальным заявлением в соцсетях. Я не знаю, видели вы его еще или не видели, но это повод для нас пригласить вас в студию, поговорить с вами. Так вот, болельщики призывают руководство столичного футбольного клуба нанести надписи. Надпись «Героям слава» на футболке игроков. Ну, сделав это к ответному матчу против Гингама. Мол, в матче Лиги Европы ребята играли в белых футболках. Был на них только «Динамо» Киевский ромб, насколько я понимаю. И вот сейчас предлагают вам нанести еще и эту надпись. Ну, проявить патриотизм. Насколько это вообще возможно? Что вы ответите болельщикам? Просто мы не ждали, пока вы сделаете это в соцсетях. Вот у вас в эфире есть возможность это сделать. Мы с удовольствием бы, естественно, это сделали бы. Мы уважаем мнение наших болельщиков. Мы обязаны к ним прислушиваться. Но, к сожалению, без разрешения УЕФА мы этого сделать не можем. Есть определенные нормы. Точно так же, как мы сняли, вы знаете, недавно нашего генерального спонсора с майки. И нанести что-либо на майку в официальных соревнованиях под эгидой УЕФА мы без их разрешения не имеем права. Мы можем выйти на матч в разминочной форме, нанеся такие слова, как просят нас болельщики. Но официально выйти на игру с этими словами героям слава мы, к сожалению, не можем. Я просто знаю, что многие фанаты «Динамо» были очень активными участниками Майдана. А вот сейчас, через год после этих событий, что вы думаете о том, что случилось в нашей стране год назад? Ну, в нашей стране произошла ситуация, при которой люди считали, что надо что-то поменять. Поменяли, и я думаю, что если бы знали бы, что будет вот такой эффект, думаю, что все-таки надо было бы дождаться, мое мнение, дождаться выборов. Дождаться выборов, которые были намечены. Я говорю свое мнение. На октябрь месяц мы не хотели ждать, не хотели ждать, поменяли ситуацию в стране. И тысячи погибших. Ну, знаете, может быть, и не могли больше ждать. Вот сейчас огромный, до сих пор огромный, вот такой социальный запрос на перемены. Хорошо, давайте дальше о футболе. Вы знаете, в чем дело? Дело в том, что что может быть ценнее человеческой жизни? Ничего, по-моему. Наверное, это то, о чем мы думаем все вот сегодня, когда эти столбы света бьют в небо, вспоминаю тех, кто погиб. Оружие сложить и сесть за стол переговоров. Это мое мнение. Давайте о футболе дальше. Конечно, тяжелый, скандальный матч на этой неделе. Матч Киевского Динамо. Динамо проиграло и не по своей вине. Давайте посмотрим, как это было. Правда, заслуга славянского арбитра в победе больше, чем самих хозяев. Судейство вызвало очень много вопросов. Французы играли грязно, и уже в первом тайме Динамо пришлось сделать две вынужденные замены. Судья разрешал атаковать французской команде, когда на газоне лежали окровавленные динамовцы. Как в ситуации с Сергеем Сидорчуком. Нашему хавбеку рассекли ногу. В итоге футболисту пришлось наложить семь швов. Первый тайм Динамо доигрывало уже в девятером. Сначала словенец отправил отдыхать Андрея Ермоленко, который сфалил в центре поля. Нарушение вряд ли тянуло на удаление. Я понимаю, если футболист лежит что-то симулирует, но если у него открытая рана, у него идет кровь. Это, наверное, я не знаю, это ФРПЛ, как это назвать, если ни судья, ни кто этого не видит. Я не могу сейчас упрекать Ермоленко. Да, он сделал грубый фол, я согласен с этим. Но он, наверное, видел, что ему товарищу срочно нужна помощь. Это видели все, за исключением судьи. Прошу вас прийти поддержать нас, потому что то, что сегодня было на футбольном поле со стороны, и отсутствие фаерплея со стороны игроков с команды соперника, и судейские какие-то решения, на мой взгляд, не очень правильные. Ровно через 4 минуты в раздевалке к Андрею присоединился и марокканский легионер Динамо Юнес Беланда. Тоже за спорный момент. Вот так Гингам вместе с судьей победили Динамо. Скажите, ну, каковы наши действия дальше? Наши действия выходить на футбольное поле. У меня огромная просьба к болельщикам, чтобы они поддержали команду. Мы играли девятером, мужественно стражались во втором тайме. У меня единственная просьба к нашим болельщикам, преданным болельщикам, которые любят команду, чтобы они пришли на стадион и стали тем 12-м игроком, который так необходим нашей команде. И если это произойдет, я уверяю вас, в четверг будет все в порядке. Команда настроена, команда ждет этого матча с нетерпением. Потому что я считаю, что та обида, которая была нанесена именно судейской бригаде и команде, она не заслужена. Команда месяц готовилась. Они не видели своих жен, не видели своих семей. И то, что произошло, я после матча сказал, что это был беспредел. Но это были, может быть, слова эмоций. Знаете, как после матча бывают эмоции. Я могу сказать, сегодня с полной ответственностью. Это был полный беспредел. Почему? Потому что что предшествовало удалению Ермоленко. Многие эксперты говорят, что Ермоленко удалили справедливо. Может быть, если идет матч, и игрок делает такой подкарт, то его могут удалить, могут показать желтую карточку. Но что предшествовало? Предшествовало, что его товарищ, в нескольких метрах от него, лежал окровавленный на футбольном поле. И это видел боковой арбитр. А вы знаете, сегодня Лигу Европы судят пять арбитров. И это все видели, и ни боковой судья не дал отмашку, ни судья, который находился в центре поля. Он мог просто остановить матч, как это делается, оказать медицинскую помощь и матч продолжить. А противник, я не говорю, противник был заряжен своими болельщиками, которые стремились любыми путями сравнять счет. Но Ермоленко, видя эту ситуацию, что необходимо помощь, Сидорчуку решил пойти на такой поступок. Мне даже его не в чем корить. Хотя это не уличный футбол, это профессиональный футбол. Но мне не за что корить мою команду, которая играла достойно, стражалась весь тайм девятером. И я надеюсь, что ребята понимают, и я их после игры подошел, всех обнял, поддержал и сказал. В Киеве будет 12-й игрок, и мы 11 на 11, плюс наш 12-й игрок, постараемся одолеть им. Огромная поддержка у вас будет, более чем уверен, всех нас. Спасибо большое, что были в студии. Ну, такими были подробности этой недели. Очень разные говорили мы с вами и о войне, и о политике. Встретимся ровно через неделю. Счастливо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова